Всем привет! Это программа Репортер. Я Алексей Коноплев. И в эту теплую осеннюю пятницу я стану заключающим аккордом рабочей недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Засели в кустах. Позже к машине подошли двое. В руках у них были полные ведра раков. Полицейские выбежали из засады и козырнули удостоверением. Браконьеры попытались скрыться, но ничего не вышло. Мужчины так растерялись, что даже ничего не смогли придумать. И рассказали все как есть. Устроили полицейским романтическую прогулку по ночной реке и отдали весь улов. В ходе осмотра места происшествия изъято более 100 роколовок, более 20 сетей, а иные орудия лова, с помощью которых добывались данные биоресурсы. По данному факту собранный сериал проверки. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вечерний променад у сотрудников удался. С собой они прихватили 3 тысячи раков. Посчитали, перевели в цены. Браконьеры могли получить с продажи улова больше 100 тысяч рублей. Рыбакам грозит серьезный штраф, а вот их добыча даже никому не пригодится. Сотрудники вещдоки, скорее всего, уничтожат. Правда, каким способом, они не уточняют. Еще один сюжет для настроения. Расскажу вам про человека-жилетку. Анатолий Вассерман пронес с собой оружие в одну из самарских гостиниц. Так самый известный интеллектуал страны вооружился к фестивалю деятелей интернета. Коллекционер рассекретил содержимое своих карманов. Репортер узнал, почему Вассерман звенит в аэропорту и зачем ему нужны отвертки. Ему и шагу не дают ступить без селфи. Участники фестиваля 404 сразу об интернете позабыли, увидев его, мужчину мечты. Анатолий Вассерман в Самару приехал в своей знаменитой жилетке. Через пару часов интеллектуал ее снимает и гуляет, можно сказать, налегке. Фотографируется с откровенно одетыми дамами и даже пьет чудо-жидкость таинственного цвета. Он в Самару по делам приехал. Перед творческой встречей Вассерман не пропускает ни одной лекции деятелей интернета. Он сеть любит и давно туда попал. В интернет-фольклоре известный как Анатолий в жизни тоже большой оригинал. Эрудит с ног до головы обвешан непонятными штуками и уверяет, что каждый из них просто жизненно необходим. Я подбираю для себя вещи, которые могут понадобиться неожиданно и очень срочно. Вот, например, здесь целых шесть инструментов в ручке этого ножа. Охранники отеля наверняка при виде этой вещи схватились бы за сердце. Вассерман еще и не такое покажет. Легенда Рунета, публицист, политконсультант своим видом шокирует и не перестает удивлять. У него с собой миниатюрная подзорная труба, иголка с ниткой, несколько комплектов отверток. Причем они друг друга дублируют. Но вассерман без них никуда. Мне уже столько раз приходилось подтягивать винты расползающихся подо мной стульев. У меня вес на этот центнер с четвертью. Он постоянно пищит в аэропорту и подолгу проходит металлодетекторы, потому интеллектуал предпочитает путешествовать с поездом. В городе-курорте вассерман провел всего один день, успел с собой обескуражить и заинтересовать. И даже лично попросил отметить себя на фотографиях в Инстаграм. Ни одна из нужных отверток интеллектуалу в Самаре не пригодилась. Все стулья удержались и выстояли против его харизмы и внушительного чувства юмора. На этом у меня все. Хороших вам выходных. До понедельника.